2023 год ознаменовался трагичными событиями. Массово уходят представители искусства, которые посвятили свою жизнь творчеству. Их работы оставили глубокий след в наших сердцах. Они внесли огромный вклад в сегодняшнее развитие культуры. Зрители и поклонники массово пишут слова поддержки и скорби в комментариях под роликами. Это показывает, какую значимую роль они занимали в их жизни. Сегодня скончался Сергей Столяров, представитель актерской династии, названный в честь деда, блистательного Сергея Столярова, игравшего в советское время блинных богатырей и эталонных русских красавцев, Садко, Илья Муромца и других. Именно со знаменитого дедушки Столярова лепили скульптуру рабочей колхозницы для заставки Мосфильма. Внук легендарного артиста пошел по стопам деда. К большому сожалению, артисту не удалось повторить успех знаменитого родственника. Он снялся всего в десяти картинах. Поэтому актер сконцентрировался на театре, играл в театре советской армии и много работал на телевидении. Сергей Столяров был автором и ведущим программы «Детский час», режиссером резонансной передачи «Взгляд», продюсером детского телевидения. Для многих звезд российской эстрады он снимал клипы. Наташа Королева, с которой он очень дружил, вырастила соболезнования, назвав это невосполнимой потерей. Также свои соболезнования принес и президент России Владимир Путин. Актер скончался в возрасте 60 лет. Вероятной причиной смерти стал сердечный приступ.